Кафе на набережной космонавтов в Саратове сотрудники прокуратуры посетили без цели пообедать. Причиной визита стала очередная проверка объектов торговли и общепита на соблюдение законов. Главные вопросы – наличие трудового договора и медицинской книжки у официантов, а также соответствие внешнего облика летней веранды архитектурному проекту. Рейд по Волжскому району прошел с участием представителей администрации города и полиции. Внимание проверяющих привлекли киоск с газетной периодикой и ларек с овощами на улице Чернышевского. Мы можем увидеть, что у них нет надлежащего решения собственников общего имущества многоквартирного дома, так как для расположения торгового объекта обязательно решение общего собрания собственников жилья. В решении собственников указан адрес во дворе жилого дома у подъезда номер один. Как мы видим, то есть объект торговый расположен непосредственно на тротуаре в пешеходной зоне. Что является непосредственным нарушением. Вы как давно работаете здесь, на этой точке? На набережной космонавтов прокуроры пообщались с продавцами мороженого, кофе и кукурузы. На пешеходной зоне расположено несколько торговых точек, как на муниципальной, так и на частной территории. Нестационарные торговые объекты, которые находятся на муниципальной земле, они имеют единый внешний вид, согласованный с комитетом по архитектуре. Их разрабатывали наши архитекторы, и, соответственно, они достаточно красивые, с логотипом города. Это те объекты, я говорю про те объекты, которые располагаются на муниципальной земле. Но также имеет место быть размещение нестационарных торговых объектов, в том числе на набережной космонавтов, на частной земле. Здесь, к сожалению, мы не можем никак регулировать, и не сможем предъявить к ним архитектурные требования. К нами в настоящее время выявлены нарушения, в частности, допустим, неформальной занятости. То есть у нас на некоторых объектах официально сотрудники не трудоустроены. По всем фактам выявленных нарушений, в прокуратуру и району будут приниматься меры прокурорского реагирования. То есть здесь либо будет решаться вопрос о внесении представлений, в дальнейшем исковая работа будет вестись, также будет решен вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц производства по административным правонарушениям. Также специалисты проверили соблюдение земельного законодательства и законность подключения ларьков к электросети. По словам сотрудников Волжской прокуратуры, подобные проверки продолжатся.